С каждым годом рок за бобров стартует все раньше. В этот раз фест начался аж в 11 утра. Открывали музыкальный форум традиционно белорусские группы. Организаторы постарались подобрать лайнап артистов так, чтобы угодить давним поклонникам события. Но также и учесть вкусы поколения, которые на фестивале фактически выросло. 12-й фест собрал лучших звезд рок и хип-хоп сцены. Рок за бобров основной принцип наших артистов это быть самыми крутыми в своем деле. И в общем-то только такие сюда и попадают на сцену. Мы анализируем, что люди слушают, что люди любят, что люди поют, на что подписываются, что смотрят на ютюбе, что отвечают потребностям, что актуально для разных слоев наших посетителей. 12 коллективов и 12 часов лучшей музыки. Боровая стала городом с огромной сценой. Шатрами фудкорта и массой развлекательных вип и лаунж-зон для гостей вели программу бессменный ведущий и музыкант Александр Помидоров и Юрий Дудь. Как завещал один из классиков русского, кстати, рока, я меломан. И я, в общем, рад, что здесь поп-музыка рядом с хип-хопом, рядом с роком и рокопопсом и прочими вещами, которые только могут быть. На пресс-конференции популярный блогер охотно отвечал на все вопросы журналистов. Оценил творчество отечественных исполнителей Макса Коржа и Тимы Белорусских. Поделился, у кого хотел бы взять интервью и пообещал приехать в Бобруйск. Бобруйск, мне кажется, это мем из эпохи ЖЖ, из тех времен. Но как человек, который, кажется, в прямой трансляции смотрел в середине 90-х матч Кубка УИФА «Локомотив Белшина», я, конечно, всегда мечтал попасть в Бобруйск, но вот не доехал, к сожалению. Уже на фестивале стало известно, что питерская группа «Литл Биг» отменила свое выступление, так как лидер коллектива Ильич попал в больницу. Отсутствие артиста компенсировали «Моми и тролли», «Монеточка». После были пламенные речи и тщательно расконсервированные песни Сергея Михалка и его группы «Ляпис-98». Оркестр «Ляпис» на ЧУЭЧ, город Геройминск, республика Пелорусс. В этом году пара счастливчиков Александр Бобиков и Марина Петрова получили в подарок от фестиваля стилизованную свадьбу с банкетом в формате рок. Молодожены опередили 150 влюбленных со всей Белоруссии и стали победителями проекта от «Бобруйского бровора». Как бонус – самые массовые крики «Горько!» «Горько! Горько! Горько! Горько!» «Кайфуй, танцуй и люби» – слоган нынешнего фестиваля. Всех музыкантов «Рок за Бобров» объединяет одна идея – быть не как все в своем творчестве, рвать танцпол и качать стадионы по всему миру. Ну каждый знает, если баста на сцене, выборка на 100% для тех, кто цели. И если даже пока снит звук, сгорят децибелы, Беларусь, я лучше сорву связки, чем тормозну концерт. Фестиваль закончился выступлением басты. Вася Вакуленко исполнил с десяток самых известных хитов, которым подпевали тысячи голосов. «Рок за Бобров» завершился к полуночи. К слову, этот фест стал знаковым. Он последний раз прошел на Боровой. Елена Кутузова, Андрей Богдан, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.